Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент Норникеля Владимир Потанин заключили социальное соглашение на 10 миллиардов рублей. Одним словом мы смотрим на Мурманскую область как на полигон для развития наших собственных промышленных компетенций, как на сферу приложения усилий в области социальных проектов. И, пожалуй, чтобы подвести итог к этому радужной картине, я бы хотел сказать о том, что у нас развивается сотрудничество и в области подготовки кадров, и в области спортивных мероприятий. Мы готовы поддерживать инициативы Мурманской области в части улучшения обстановки в самом Мурманске, как такой арктической столице, фактически, столице Арктики, успешно развивающейся и нужной для всей страны. И в области духовного и спортивного образования уже упомянул Андрей Владимирович о школе, которая строится. И мы, конечно, будем продолжать оказывать поддержку. Одним словом, я думаю, что наше сотрудничество Норильского никеля и Мурманской области, его можно считать одним из таких образцово-показательных примеров государственно-частного партнерства. Наибольший объем от 10 миллиардов планируется направить на здравоохранение – 23%, образование – 19%, культуру и соцсферу – 17%, строительство, благоустройство, ЖКХ и ремонт дорог – 13% от суммы. В том числе на эти средства запланировано строительство нового корпуса на три отделения для Мончегорской центральной районной больницы, строительство нового здания инфекционного отделения, строительство клиники и корпоративного центра здоровья Норникеля. Предусмотрено проектирование визит центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенского округа, в который войдут проекты «Кольское сверхглубокое», «Плавильный цех» и «Шахта Каула-Кацельваара». Аналогичный предыдущий документ действовал с 2020 до 2022 года, новый рассчитан на срок до 2025. Продолжение следует...